так друзья всем привет сегодня у нас будет такой за обычный ли необычный блог сегодня я хочу рассказать вообще про то а почему у меня получается а почему я получается все то что у меня получается в чем мой секрет что реально ну как сам возраст я довольно много достигла путешествую по всему миру живу сейчас в нью-йорке дальше на бали и тогда почему вообще это все происходит почему не реально что-то получается вот я понимаю что на самом деле как бы исходя из моих реально глобальных целей то что у меня сейчас есть это просто ничтожно можно так сказать но несмотря на это я понимаю что для многих людей для моей аудитории я являюсь в той или иной степени каким-либо примером той или иной части моей жизни вот и многие достанавливаются спрашивают что как у тебя получилось я решила записать этот видос рассказать наверное такой не то что секрет но главную фишку вообще почему так работает это тест не будет долгого ответа это просто тест это тестирование различных гипотез во всех сферах жизни мать его начну немного издалека я манифеста 1 и 3 по дизайн человек что это означает манифеста означает тот человек то меняет мир меняет мир лучшему делегируют это президенты очень большие личности которые трансформируют вселенную можно так сказать вот 9 процентов всего так что там можно сказать то что мой индивидуум так довольно редкий а есть профиль 1 3 короче профиль называется 1 3 исследователь мученик что это такое я очень долго пыталась не согласиться с этим профилем но недавно я согласилась что это означает это означает что этот тип личности он постоянно тестирует все что можно очень очень много у него очень очень много чего не получается просто какая-то неадекватное количество всего не получается и он находит рабочие схемы от обратного этот тип чф личности пробую столько всего у него столько сегодня получается и он знает что в том или ином market аспекте может не получится и 10 ба от обратного вот это это не получается значит это и это получится и в итоге получается. Это такие люди, которые, блядь, вечно просто спотыкаются, ошибаются, но постоянно идут вперед. И это реально моя жизнь. И мне кажется, я делаю столько, много всего, что на все мои 100 ошибок приходится 5-10 побед, и из этих 5-10 побед складывается то, кем я сейчас являюсь. И это очень круто. И на самом деле моя миссия в том, чтобы показывать людям, что по факту получить то, что вы хотите, это не так сложно. Не то, что это несложно, а то, что это возможно сделать. Не как сейчас верьте в себя, делать, продолжайте, а просто это определенный алгоритм. То есть невозможно не получить желаемое, только возможно не получить желаемое, только в том случае, если в какой-то момент вы остановились. В какой-то момент вы сказали, все, я больше либо не хочу этого, либо я больше не буду это делать. Но если вы из раза в раз пробуете, 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 ошибаетесь, у вас не получается, 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 не получается. Ничего тоже не получается, может быть еще немного не получится, еще тоже не получается, потом в какой-то момент получится. Это нормально. Я как человек, на самом деле, может быть, я не до конца сильно много раскрываю вот этой стороны в моем инстаграме, что у меня много чего не получается реально так Но несмотря на это, на вот эти 100 поражений приходят 10 побед, и эти 10 побед, они как раз складывают меня из того, что я есть А если бы, допустим, я тестировала бы, допустим, хотя бы в половину меньше, 50, то есть, соответственно, победы приходилось бы 5 Естественно, тоже, как бы, результатов меньше, а если бы, не дай бог, я тестировала 20 раз, допустим, в одну ту же историю, приходило бы 2 победы И то есть, как бы я понимаю, от количества итераций, которые я совершаю, пропорционально зависит тот результат, который я получаю Чисто от количества итераций Я была на метаморфозах, это тренинг количественного роста, причем я была на нем 2 раза до этого И там было такое очень классное заседание, которое я очень люблю, я редко его кому даю, но даю Когда человек начинает тормозить, вот прям, короче, протестируйте себя сами Есть 5 пальцев на руке, ну, 5-5-5 пальцев на руке И у вас есть оппонент, вот, допустим, сижу, я Лада и какой-нибудь, там, здесь, там, Петя И вот Петя должен угадать, какой палец я загадала То есть, допустим, я такая, загадала палец там посередине И он должен тыкнуть на тот палец, на который я загадала И как обычно люди делают Люди смотрят на руку и такие пытаются почувствовать, где же тот палец Вот подумайте, вот где тот, тот самый палец, который я сейчас загадала Я загадала другой палец И вы будете думать, пытаться понять, что это может быть за палец Так, вот этот, нет, нет, ладно, окей, другой загадала Так, еще раз, чувствую себя, чувствую себя, чувствую себя, да, так, понимаю свое предназначение Где же мой истинный посыл, где мой ресурс, поток, вхожу Вот этот, нет, не он, к сожалению, опять не его загадала И что получается? По факту, если вы будете вот так вот пытаться угадать Пытаться понять, пытаться войти в ресурс Пытаться войти в поток другого человека И, исходя из этого, уже отгадать Получится хуйня Не то, что получится хуйня Получится то, что вы будете очень долго тестировать И, исходя из этого, у вас пропадет мотивация Вы скажете, игра тупая Вы скажете, да, я не хочу вообще в это играть Очень странная игра, у меня получается победить Все, и это вообще, а зачем вообще это мне нужно? Вы начнете беситься. Это так же в жизни происходит. А что нужно сделать в такой игре? Нужно просто начать тыкнуть так. По очереди. По очереди. И так или иначе, пока вы это делаете, вы наберете наибольшее количество побед в этой игре. И наименьшее количество времени вы на это потратите. Вот все. То же самое и в жизни. Если вы что-то, блядь, пытаетесь подумать, придумать, понять, войти в поток, найти, блядь, свое предназначение, это самое, мне кажется, ужасное, что может быть в жизни, и прочую историю, пытаетесь, блядь, понять, у вас фокус на поиске. Это бред. И тогда, когда вы начинаете заниматься каким-то своим или не своим делом, вы начинаете рефлексировать, это получается так долго. Это получается просто невыносимо долго, и к 40 годам вы понимаете, ой, твою мать, а что-то я, что-то не очень-то, я много достиг, почему-то 20-летние ребят, что-то у них побольше их денег, и жизнь как-то у них интереснее, а я что-то как-то сижу, как-то, короче, на кухне, ем свою кашу пресную, и как-то невесело. Я не хочу быть такой с 40 годами, не знаю, в огонь, надеюсь, вы не являетесь этим человеком. Было высокомерно, но правда. Вот. И смысл в чем? Чтобы получить максимально большое количество результата, максимальное количество побед в любой из игр, а жизнь – это игра. Вам нужно просто тупо сделать, дать, большее количество итераций. Все. На большее количество итераций за меньшее количество времени вы получаете больше результата. Алгоритм. Все. И когда я поняла, у меня всю жизнь реально было прям стрёмно, что типа, блин, вот как так, я там, как у меня там этот профиль-исследователь-мученик, я что, я не мученик, я вообще, блин, я радостный человек, я просто радуюсь, блин, всему. Почему я мученик, почему я должна отыскать какие-то там неправильные гипотезы, потом это транслировать в мир. А потом было, что, блин, реально это моя жизнь есть, и мне классно от этого. Потому что к моему 20 годам, возможно, есть у кого-то там результаты и круче, это нормально абсолютно. То есть типа там есть и 18, 19, 20 лет, там, у кого результаты на порядок круче, чем у меня. Но я понимаю, что у меня столько было опыта. Типа, я столько всего перепробовала, вы бы знали. Это просто невыносимо. Типа, реально очень много, кучу работ, куча гипотез, куча стартапов, куча каких-то бизнесов открывала, которые прогорали тут же. Вообще до хрена. Половину из них я даже не говорю, потому что это бессмысленно, потому что тут же крах. И это нормально. То есть типа тут нормально. Где-то там это развивалось, потом крах. Но я понимаю, что вне зависимости от результата, получится ли мне или не получится, это реально будет конкретный практический опыт, с помощью которого я смогу уже дальше оперировать в своей жизни. Вот. И что я делаю с своими учениками? По факту я делаю то же самое. То есть моя самая главная фишка в обучении, это в том, что я не даю конкретных, я не даю решения. Потому что сколько я общалась со своими учениками, с другими, со своей аудиторией, я понимаю, что у меня проблема на рынке инфобиза в том, что каждый вас, блядь, пытается научить, как правильно. Каждый человек пытается. Ну ладно, не каждый, но типа 90% людей пытаются научить, как правильно. Пытаются. Вот тебе нужно пилить рилсы. Нет, тебе рилсы пилить нельзя, тебе нужно на мероприятия ходить. Нет, вообще рилсы, мероприятия, фигня, тебе нужно просто коллаборации с блогерами делать. Да какие коллаборации с блогерами? Тебе нужно просто рекламу закупать, на коллаборации с блогерами далеко не уедешь. Блин, да вообще тебе нужно не в инстуэте, а тебе нужно в тикток. Сначала тикток качаешься, аудиторию переливаешь в инстаграм, а там уже продаешь. Блядь. Сколько людей, столько и мнений. Это бессмысленно Ваша задача найти вашу историю Ваша задача найти, нащупать Протестировать как можно больше гипотез И понять, а что у вас работает Потому что, блин, у кого-то работает это У кого-то работает это И каждый человек, у кого что-то хотя бы получилось Один раз, он думает, все, пиздец В массы Херачим, получилось У другого человека это может не работать И я, блядь, как исследователь, мученик, сука, понимаю это Это нормально И нормально, что вы идете на курсы, у вас не получается И нормально, что вы идете, допустим, обучаться У вас не получается Нормально, что вы пробуете сделать, как все И у вас тоже не получается И это нормально И это нормально не потому, что, типа, там, блядь, признаем себя А потому, что у вас работает другой алгоритм И просто вы его еще не протестировали Вот и все И что я делала на обучение? Когда ко мне приходит ученик, я даю ему выборку Я даю ему, смотри, ты делаешь что-то вот это Исходя из этого вот от того, что ты все протестировал, ты уже понимаешь, а что у тебя наиболее лучше всего работает. И это ты наштабируешь, вот. Не прекращая тест, при этом все, не прекращая тест, ты продолжаешь тестировать. И только тогда, возможно, реального быстрая и крутой результат. Потому что все из нас хотят быстрые результаты. Но очень редко кто его получает. И получают его те, кто реально много тестирует. Потому что невозможно тыкнуть сразу туда. Ну, нет, ладно, возможно. И такие случаи бывали. И я такие случаи знаю Но это редкость И это повезет, не повезет И даже чтобы у тебя с первого раза получилось Нужно, блядь, попробовать этот первый раз сделать Делаешь первый раз, не получается Делаешь второй, третий, пятый, сто пятьдесятый И потом у тебя может получиться И когда просто, типа, больше количества итераций Больше количества итераций Чистый алгоритм Чем больше итераций, тем больше количества побед Тем больше результат Все Вот так, в принципе То есть, как бы, формула успеха проста И я понимаю, что мой успех Который я хочу, к которому я дойду Я дойду точно с такой же историей И все мы ученики, которые доходят до больших денег Которые доходят до создания конференции До создания своих клубов Продают гигантское, дорогое обучение Через личный блок Это не потому, что я им сказала делать релсы Это не потому, что я им сказала делать коллаборации Это потому, что я дала им максимально гигантскую выборку Из того, что они могут сделать А они уже тестируют все И понимаю, что получается, что не получается так это работает так что это мы обучение огонь пока она уже до нового года дальше вы сможете да нашего всем дня я баран с вами пообщаться мне кажется эта тема максимально актуальна и следующий ролик и сделать на тему того что вообще я поняла за четыре месяца в америке потому что и мне кажется вот так всем хорошего дня надеюсь вам было интересно послушать с меня если вы хотите разобрать какую-то тему можно сказать мне об этом комментариях или в инстаграме если у вас появились какие-то инсайты для крутые осознания просто тоже пишите задавайте свои вопросы задавайте свои вопросы вообще хочу наполнить свой инстаграм экспертными видео наполнить свой youtube экспертными видео поэтому если у вас есть какие-то вопросы по личному бренду по монетизации инстаграма есть вопросы по недельности по прокачке блога по прокачке себя в блоге там повышение охвата да ну любое все что связано с лишним брендом инстаграм пожалуйста пишите мне я буду очень рада вам ответить хорошего вам